Друзья, всем привет! На нашем канале выходят ролики на разные темы, но я заметил одно, что всем вам очень хорошо заходят невыдуманные жизненные истории. Как раз о такой сегодня и пойдет речь. Найти какую-то достойную работу сегодня человеку действительно тяжело, но и в первую очередь на это нужны знания. Все уходит в интернет. На заводах происходит роботизация, людей списывают, не нужны, либо остаются те, кто на линии коробку взял, положил сюда. Все университеты сегодня уходят куда-то в онлайн, в интернет. А сегодня начать свой бизнес, где ты будешь зарабатывать своими мозгами, знаниями и самое главное руками, ну действительно тяжело. Тем более, когда есть крупные заводы, которые всех нафиг перебивают своими штампованными изделиями. Но тем не менее, есть люди, которые действительно трудятся и зарабатывают. Вот давайте познакомимся с одним интересным человеком, который нам расскажет одну живую, невыдуманную историю. Я уверен на миллион процентов, что вам этот ролик просто-напросто зайдет. Своей насыщенностью, позитивностью, ну и самое главное информацией. Готовьтесь, мы начинаем без промедлений прямо сейчас. А приехали мы с вами в Московскую область. Мы сейчас примерно в 25 километрах от МКАДа, где у человека в аренде недвижимость, где он организовывает свой малый бизнес. И пойдемте посмотрим, как зарабатывают люди денюжки. Добрый день, зовут меня Николай. Жил я в Донецкой области, в городе Горловка. До 2014 года занимался мягкой мебелью. Мягкой мебелью я занимал, когда еще обучался в школе. Это было как подработка. Все вы понимаете, это хочется карманных денег. Они были. И после того, как закончил школу, мне очень понравилась эта игра в зарабатывание денег. И я ушел в производство мягкой мебели. То есть ушел простым подмастерьем. То есть я ходил и учился у людей, те, которые уже обивали мягкую мебель. Потому что в современном мире каких-то институтов или каких-нибудь колледжей по производству мягкой мебели просто-напросто не существовало. Поэтому приходилось все обучаться у людей, подсматривать, доходить до чего-то самому. В итоге доросли мы до того, что мы с братом, он являлся основателем. Ушли с той фирмы, где мы это все начинали. Учиться производству мягкой мебели. Родители нас пустили в гараж. И мы начали производство мягкой мебели в гараже. После этого мы начали разрастаться, переехали на дачу. После дачи купил в колхозе клуб. И этот клуб уже начал превращаться потихонечку в цех. Цех дорос с 2009 года до 2014 года до производства. Что именно самый сезон мебельный, это декабрь месяце. Перед Новым годом хотят делать покупки. Вот самый пик производства. Мы производили 350 комплектов мягкой мебели в месяц. То есть это на Донецкую, Луганскую, Денитропетровскую области все это развозилось. Дим, я тебе даже больше скажу. До 2014 года я даже ни сном, ни духом и не собирался никуда переезжать. То есть я, назовем так, простыми словами, я жил и катался как сыр в масле. Значит, приехал я, еще раз повторюсь, у меня в Москве было 4 тетки. Позвонили первой. Сразу не пришлось кому-то там перезванивать. Первая же тетка откликнулась, сказала, что, конечно же, приезжай. Я приехал на метро «Динамо». Она приехала, меня подобрала на машине. На тот момент мне было 33 или 34 года. И я в первый раз в жизни познакомился со своей тетушкой Татьяной Григорьевной. И все, и мы уехали на дачу. Это даже было не на даче. То есть это так совпало, что я к ней приехал в пятницу, а она ехала в это время на дачу. То есть мы поехали в пятницу на дачу, там познакомились. Все друг друга узнали. В понедельник приехали в Москву, я уже жил в Москве. На тот момент я не работал. То есть это вот я только, скажем так, слез с поезда, приехал к тетке, мы поехали на дачу. Ну, как бы шоколадка. Приехал на кайфы, отдохнуть, скажем так. Мы думали, что все это благополучно, очень быстренько закончится в 2014 году. Но так не произошло. А ты когда приехал в Москву, ты, получается, первый раз вообще в Москве был? Первый раз абсолютно. Я даже Москву даже и не нюхал. Обычно все друзья, знакомые в молодости ездили в Москву на заработки, на стройки, много раз там звали. Но на тот момент столько, сколько я мог зарабатывать на мебели, то же самое люди привозили из Москвы. То есть не было смысла что-то менять на что-то. Постарайся вспомнить свои первые ощущения, когда ты оказываешься в Москве. Это было мягко сказать. Представляете, когда ты живешь в маленьком городе с населением 250-270 тысяч человек, и ты проезжаешь в мегаполис, где тут 40 миллионов человек ходит броя. То есть у меня было ощущение, что я попал в огромный муравейник. Все вокруг, ну просто жизнь проходит мимо тебя. Ты смотришь на это движение, что, куда, откуда. Но и тем не менее, это было очень интересно, когда ты выходишь в метро. Как часто шутят, что выход в город это туда, или выход в город это сюда. Вот это то же самое впечатление и ощущение. То есть ты выходишь, мне понравилось, как начинает организм приспосабливаться к новому, ну геолокации, назовем это так. Так, одно дело, когда у тебя было все хорошо, жизнь прекрасная, постоянная работа, постоянный заработок, и ты приезжаешь в Москву, ты никто, зовут тебя никак, и у тебя ничего нет. То есть есть какие-то деньги на первоначальное время, на еду, и больше ничего, есть где пожить. Все. Ну и как быстро это шоколадное время пролетело? Шоколадная жизнь закончилась, наверное, день на десятый, когда уже мозг начал давать такие предпосылки, что деньги имеют свойство заканчиваться, и нужно искать какую-то подработку или работу. Ну, нашел себе подработку в медицинской фирме, я ее озвучивать не буду. Устроился туда сборщиком мебель. Ну, мебель мне как бы была немножко ближе, но еще есть маленькое предусловие. Бегал по всяким собеседованиям, Москва это огромная топка, и здесь очень любили разводить людей. Ты приезжаешь, да, там работа, ты там продажник, еще что-то, а на самом деле приходишь, тебе ездят по ушам, а на самом деле нужно идти и впаривать книжечки. Но тут все так построено, для того, чтобы ты приехал в одно место, ты потратил денежку на проезд, в Москве проезд стоил на то время там 40 рублей, туда 40 рублей сюда. То есть ты пока туда-обратно съездил, уже пятихатки нету, ты понимаешь, что ты ее должен отбить. Отбить и должен пойти на них поработать. А если на них поработать, тебе будут потом говорить в конце недели, ну, отработал, спасибо тебе большое, в конце месяца зарплата, и ты попадаешь в такую кабалу, что ты в снежном коме, что ты якобы понимаешь, что тебе они должны, ты добиваешь месяц до конца. Я, слава богу, в нем не участвовал, потому что, ну, так сложилось, что я их, наверное, съел первее, чем они успели съесть меня. Я это очень быстро понял, когда первый парень вышел с книжками, я говорю, спасибо, до свидания, я пошел. Дней пять я сидел, обзванивал что-то интересное в одной прекрасной фирме, где конкретно уже было по мебели, я пришел туда, побеседовал именно с хозяином производства. Он услышал всю мою предысторию, что чем мы занимались, сколько было там у нас людей в подчинении, и он просто-напросто дал такой дельный совет, что тебе не нужно идти работать к нам, тебе нужно работать самому. Коль, вот образование само по себе у тебя, скажем так, посредственное, оно было там для галочки когда-то полученное, потому что ты долго вообще вспоминал, что у тебя за образование, ты по образованию бухгалтер. Вот расскажи, пожалуйста, каково это, когда ты, проживая у себя, там у тебя работа, есть семейный бизнес, все развивается, ты работаешь, самое главное, друзья, вдумайтесь на себя, и тут ты оказываешься в Москве, вот этот мегаполис, муравейник, и ты кое-как находишь себе работу по своей специальности, сборщиком мебели. Это даже не по специальности, это потому что руки не из одного места. Меня взяли на фирму, та, которая собирала медицинскую мебель во всех частях Москвы, то есть кто-то купил кровать для лежачего больного, кто-то купил там тумбочку, у кого-то что-то сломалось, они участвовали в каких-то тендерах, мы ездили и по России, мы ездили и в Нальчик, мы ездили в Пензу, мы ездили в Питер. Как сборщики. Да, швыряли как угодно. Вот сколько тебе там примерно платили, и расскажи вот эти детали работы, о которых ты рассказывал. Первая зарплата моя в месяц, я как сейчас помню, курс доллара был 33 рубля, первая зарплата моя была 27 тысяч рублей. Аренда жилья тогда сколько стоила? 20 тысяч. А ты проживал у тетки? Да, и поэтому уже мысли в голове были такие, что на 27 тысяч сильно не разгуляешься. Одно дело, когда ты никому ничего не должен, у тебя 27 тысяч рублей в кармане, это прекрасно. Но не надо, скажем так, пренебрегать гостеприимством, и надо потихонечку сруливать, и ты понимаешь, что 20 тысяч это жилье, и остается только 7, и ты понимаешь, какой ты реальный. Слушай, Коля, а расскажи вот эти детали работы. Ты просыпаешься утром, фирма вроде бы, юридическое лицо, организовывают бизнес. Вот про эти детали организации бизнеса, как твой день проходил? Я жил на то время еще у тетки на Динамо. Север Москвы. Да. Офис находился в Румянцево. То есть была так построена работа, что с утра, в 9 часов утра начинается рабочий день, ты должен быть уже на месте, менеджер твой тебе раздает указания на день. То есть ты приезжаешь в офис, тебе дают бумажечку, ты едешь там туда-то, едешь ты на беговую аллею, то есть едешь ты обратно туда же. И вся схема была построена настолько непонятно, что я не понимал, зачем я еду в офис, чтобы мне дали какой-то огрызок бумаги, на котором написан адрес и номер телефона. 21 век, уже пошли смартфоны, уже вся навигация в смартфоне, а я как идиот еду за бумажкой к своему менеджеру. То есть настолько раздута система именно вот этого менеджера, что ты к нему идешь как на поклон за вот этим адресом, когда его написать смс составляет 30 секунд твоей жизни. А я на это тратил полтора часа своей жизни, чтобы поехать туда, вернуться обратно и приступить к работе. Полтора часа обратно, потому что адрес, который тебе дали от твоего дома, это через дорогу, а там сборка пуфика. Да. Ну, допустим, там собрал тумбочку, алло, я закончил. Отлично, приезжай в офис. А вы можете дать адрес, следующий я поеду? И ты ездишь постоянно с рюкзачком фиксика. То есть куда бы тебя ни послали, у тебя должен быть шуруповерт, какой-то набор инструментов. То есть это такой огромный багаж за спиной, и ты его постоянно носишь по Москве. Непонятно, что ты поешь собирать. Возможно, что у тебя даже нет этого инструмента. Ты приезжаешь к людям, делаешь такую галочку, а-ля, я у вас был. Менеджер тебе не сказал, я его не обвиняю, а просто говорю, что менеджер тоже не знает всей структуры той сборки, которая предстоит на объекте. Ты приезжаешь туда, разводишь руками, якобы тыказал отпущение, ты с собой этого не взял. Но как галочка, что ты на месте был, она есть. Короче, все для галочек, все как-то через одно место. Сколько ты там проработал? Я там проработал полтора где-то года. Но это все сводилось к тому, что я там работал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Я уже понял, что мне нужно здесь оставаться, когтями впиваться в этот город, потому что деваться некуда, дома ничего не ждет. И начал потихонечку понимать и осознавать, что я должен копить деньги. То есть на те деньги, которые у меня оставались, я то купил себе пистолетик пневматический, то шлангочку, то шуруповертик, то дрелечку, то пилу погружную. И то есть вот так постепенно, постепенно рос, скажем так, мой инструментарий. Казалось бы, еще вчера была потрясающая теплая погода и ничего не предвещало осень. А сейчас за окном листья все желтее и желтее, и на улице все холоднее и холоднее. И самое время применить замечательную поговорку «Готовь сани летом», потому что еще запас времени есть, но среди нас очень много автомобилистов. И каждый из нас считает свои денежки, каждый хочет совершить покупку, которая его не будет расстраивать, а будет им дарить положительные эмоции. Безопасность – наше все. Именно поэтому сейчас самое время задуматься о покупке зимних шин или дисков, или шин с дисками. И сделать это круче всего, удобнее всего и экономнее всего через e-каталог, который ждет вас по ссылочке в описании. Залетаем на него, удобнейший интерфейс, куча дополнительных фильтров, делаем настройки под себя, сезон, размер, ширина, нажимаем «подобрать» и сидим, выбираем. Самое главное, что очень часто люди задают вопрос «А какие шины купить, посоветуй?» Вот здесь куча отзывов, здесь можно посмотреть видеообзоры, здесь можно увидеть динамику цены и понять, что вас точно с ценой никто не обманывает. Таким образом, через e-каталог вы купите ровно то, что нужно вам. Также здесь есть замечательная возможность создать свой личный кабинет, в котором вы будете видеть всю историю вашего списка. Можете создать дополнительный список желаний, куда вы будете закидывать зимние шины, возможно диски, возможно пускозарядное устройство, возможно трос буксировочный, возможно лопата зимняя. Все это делается только на одном e-каталоге. Забудьте про эту кучу сайтов. Как только вы определились с покупкой, переходим в список «Где купить?» и выбираем наиболее доступную цену, наиболее интересный магазин, который вам понравится. Важно понимать, что все ссылки они прямые, никаких на ценах не будет. Таким образом, сидя дома, попивая чашечку чая, вы можете совершать полезные покупки. Поэтому всем тем, кто хочет сэкономить свои денежки, свое время и совершить покупку в удовольствие, и четко понимая, что покупает, я рекомендую e-каталог. Ссылочка на него остается в описании, в первом закрепленном комментарии. Как только досмотрите сюжетик, в конце я вам об этом напомню, переходите, подбирайте себе шины, диски и абсолютно любые автоаксессуары. В каком году пришла все-таки мысль, что надо уходить от дяди и начинать все-таки трудиться на себя? В 16-м году, когда я уже понял, что я, скажем так, окреп инструментом, назовем это так, потому что с голыми руками ты не построишь ничего, я вам потом сделаю экскурсию по цеху, ты посмотришь, сколько нужно инструмента, его за 3 копейки не купить. Есть, допустим, тот же самый нож, который стоит 40 тысяч рублей, без него ты просто-напросто не управишься. И вот на тот момент, когда у меня уже был первоначальный хоть какой-то инструмент, я уже понимал, что мне нужно идти что-то искать. Но это еще далеко не все. Для того, чтобы понимать, как ты это будешь продавать и делать, нужно же еще продать то, что ты умеешь делать. Клиентов найти, это же целый процесс. То есть помимо того, что с понедельника по пятницу я трудился на основной фирме, в субботу-воскресенье я еще ходил на подработки на мебельную фабрику. Ну не мебельная фабрика, к такому же человеку, тот, который занимался производством, у него уже был налажен, скажем так, рынок сбыта, у него уже была база клиентская. К нему приходили. То есть субботу-воскресенье я ехал на шабашку, смотрел, назовем все честно и откровенно своими именами, я подсматривал, где или какие-то берутся материалы. Потому что вот банально, есть такая лента скрытого крепежа, я ее просидел в интернете, проискал три дня, где ее только достать в Москве. Три дня, ты представляешь, для себя потратить три дня что-то искать. Поэтому я пошел, скажем так, легким путем, я устроился туда на работу, с той основной работы с медицинской я ушел и уже работал конкретно на вот этом предприятии, для того, чтобы понимать, где берется ткань, где берется поролон, где берутся ортопедические основания, где берется все-все-все-все, потому что, допустим, мебель, она не состоит только из ваших рук. Та же самая скоба, это все колоссальный труд просто-напросто найти. Просто так, допустим, пойти что-то и купить можно и за баснослованные деньги. Коль, слушай, таким образом получается такая картина, знаешь, стандартная, абсолютно, мне кажется, друзья, для всего бизнеса, что ты пришел на предприятие, где все это было организовано, ты набил себе там руку, ты понял, где все это дело закупается, вот у тебя лист со всеми контактами, и ты говоришь, ну все, теперь дальше можно и самому, правильно? Да. И ты уходишь из него в каком году? Ну, в шестнадцатом. А, то есть это все было в рамках одного года, по бырику, все это сделал. Слушай, для того, чтобы заниматься производством мебели, да, у нас, друзья, подчеркиваю, это малый бизнес, ты можешь сказать, один мастер, который все это делает, все на твоих плечах, оттого-то этот сюжет интересней, но нужно аренда помещения, потому что, ну, в квартире ты этим, ну, никак не будешь заниматься. Дальше. Нужно, во-первых, клиентов найти, кто будет это покупать, нужно найти транспорт, доставить. Вот расскажи, пожалуйста, эти организационные моменты. Ну, знаешь, тут как вот дураку все в руку идет. С моего предприятия, отчастника, я уходил спокойно с таким прицелом, что мы, оставаясь друзьями, она с теми заказами, которые эта фирма не будет справляться, они будут давать их мне. Поэтому я был тут в каком-то плане подстрахован, что мне что-то будет перепадать, какие-то заказы. Начал заводить свою страничку в Инстаграме, люди начали интересоваться, спрашивать, пришли первые там три клиента, но на секундочку назад отбегая, для того, чтобы найти вот это помещение, я потратил полгода. То есть полгода у меня сваживались примерно так. То есть я еду на работу, ты едешь в метро, и ты смотришь, что появилось сейчас. Ты смотришь, смотришь, смотришь. То есть рынок аренды, он просто-напросто очень велик, но именно в таких площадях он не такой уж и большой, потому что есть неухоженные помещения, плохие помещения, неотапливаемые помещения. И они же всплывают, сразу уходят. Это Москва, здесь кто-то да что-то все равно заберет. То есть они не так и держатся. И как только мне выскочило вот это помещение, я сразу попрощался со своей старой работой. Вот расскажи, пожалуйста, что у нас здесь за площадь? Здесь у нас площадь изначально была 120 квадратов. Когда я доарендовал себе швейное помещение, здесь стало 150 квадратов. За моей спиной 30 квадратов, то что я отделил конкретно для швейного производства. Идемте смотреть. То есть швейные машинки, раскроечный стол, материал, тот который остался от предыдущих заказов. Швейные машинки, вот это прямо строчка, шагайка, двухиголка. У меня есть приходящая девочка, у которой именно золотые руки, та, которая именно все это вышивает в идеале, за которую просто не стыдно. Вот тоже там найти специалиста четкого, это дорогого стоит. И для того, чтобы человека пригласить на работу, его нужно обеспечить объемом. В месяц я могу выдать 10 качественных изделий. То есть, допустим, я за неделю построил три каркаса, человек приходит, все посмотрел, отшил, взял за свои денежки, пошел домой спокойно. То есть, та же самая шабашка, как была у меня. Рабочее место. Здесь я делаю технические задания, переписываю с заказчиками, делаю заказы на МДФ, на поролон. Принтер обязательно, без него никуда. Попадаем мы с вами из швейного в основной зал. Вот это стол для раскроеки поролона. То есть, на нем удобно резать. Здесь конкретный стол для обивки. Здесь я занимаюсь тем, что я оббиваю мебель. Здесь все, что я клею. То есть, поклеечный стол, обивочный стол, раскроечный стол для поролона. Сзади тебя это место контрольной сборки. Здесь место для хранения уже готовых там боковинок, перегородок, ортопедических оснований. Здесь у нас место для постройки каркасов. Здесь я их пилю, собираю. Также на этом столе происходит контрольная сборка. Сейчас на столе у нас лежит заказ с врезными розетками. Для чего я их прикрыл? Потому что есть там технологические нюансы, которые не хотелось бы афишировать и показывать. Потому что есть многие, которые не делают так, как, допустим, делаем мы. По аренде сейчас это уже 70 тысяч рублей в месяц. И мы находимся примерно в 23 километра Томикады. Да, это Щелковский район. Ты здесь находишься с 2016 года. Приросло еще одно помещение. Вот сколько человек вообще здесь в среднем работает? Я услышал, что есть шея, которые приходят. Ты в основном делаешь все сам. Каркасы вообще все ты собираешь. Есть еще кто-то, кто тебе помогает? Помнишь, как у Райкина было, когда он костюм. Еще он говорит, к пуговицам претензии есть, к пуговицам претензии нет. Говорит, насмерть пришита, не оторвешь. Так и здесь. Вот, допустим, я не говорю, что я там бешеный специалист, но я строю от начала до конца. То есть я всегда понимаю, где какие я сделаю зазоры на ткань, где миллиметры. Это все в процессе постройки каркаса. Уже ты, как специалист, понимаешь, где тебе сколько дать запаса. Или где там что ты будешь вырезать. Если это будут разные люди, будет отдельно каркасник, отдельно будет обивщик. Они между собой никогда не поженятся. То есть, тем более в нашем направлении, где эта мебель на заказ, если бы это была потоковая мебель, все, научил обезьяну строить только так, она будет строить только так. Вторая обезьяна будет пристреливать только так, как будет. Все по-другому никак. Слушай, интересное сравнение серии обезьянок. Мы, естественно, никого не хотим обидеть. Ну, раз мы про это сказали, вот расскажи, пожалуйста, к тебе же приходили молодые специалисты, начинающие люди, кто-то работал на фабриках, на каких-то. Какая нынче она, молодежь, может, не молодежь. Как люди-то умеют работать руками? Я давал объявление на помощника, что он там приходит, есть работа, готов ею поделиться. Приходили настолько люди, скажем так, голые боссы в плане мастерства. Звонит человек, говорит, вот я специалист, я проработал там на фабрике, 8 лет, потираю руки, ничего себе, сейчас специалист придет с такой именитой фабрики, я у него что-то подчеркну. То есть, каждый специалист в чем-то хочет у другого научиться. Думаю, ну все, сейчас мы полетим, вдруг что-то по качеству будет у нас что-то лучше еще получаться. Приходит человек и говорит в итоге, ну а что мы будем делать? Я ему показываю, ну вот готовое изделие, вот вам построили по картинке, а картинка у нас из чего зависит. Человек говорит, я хочу спальное место вот такое, высота спинки такая, пожелание. И вот она картинка, все, вынь да положь, то есть, ты должен вот это построить. То есть, то, что нарисовал дизайнер. Человек говорит, а кто будет строить каркас? Я говорю, ну как, ты сам для себя построишь? О, у нас не так было. Говорю, а как же у вас было? Говорит, я стоял на потоке, мне там от дивана приходила какая-то секция, уже запоролоненная. Я брал чехол, оббивал его, оббивал, и дальше по конвейеру отправлял. То есть, он даже его не забивал технической тканью. То есть, по сути, человека научили ящик сзади обстреливать квадратом. Ну, конвейерная, конвейерная сетка. Вот, идет оно, все готово. Как таковых специалистов, чтобы найти сейчас специалиста, тот, который вам сейчас возьмет и построит прям мягкую мебель на заказ, их просто нет, их единицы. Я где-то года полтора-два гонялся за специалистами, все, объявления платные, Юла, Авито, Шуровал, Шуровал. Пришли два или три человека, и то. Это, наверное, назовем не специалисты, а те, которым было скучно дома. Он там когда-то в детстве какую-то табуретку собрал, и он говорит, я мебельщик. Он приходит, да, я мебельщик. А тут все очень просто. Ты через руки видишь, на что он специалист не сперещает. А это очень серьезно. Человек приходит, начинает ложить скобу, и ты ему говоришь, а ты точно пистолет в руках держал? Он говорит, ну нет, я говорю, а что ты пришел? Ты же свое время потратил. Сколько стоит в Москве день работы специалиста? Если, допустим, сравнивать его с дворником, выход дворника, там, 1400 рублей. На дворником можем и ты, и я выступать. Да, вышел им, идти себе спокойно. А, допустим, на мою профессию, мы, во-первых, с тобой знаем, что нигде на нее не учат. Сколько денег можно зарабатывать, вот будучи сотрудником, там, помощником? Вот ты выставлял объявление, сколько ты готов платить человеку за рабочий день? Я сужу по себе, я сужу по себе. Вот, допустим, я могу реально построить 10-12 изделий в месяц. Все, то есть, когда ко мне приходил ученик, он приходил, я на его глазах за три дня с ноля, вот все материалы перед вами, с ноля ему устроил кровать. Он брался, пытался это делать, неделя ничего, 10 дней, я говорю, ну, вот, пожалуйста, смотри. Если мы можем заработать 100 тысяч, ты за 10 дней сделал только одну кровать. А надо было сделать на эти 100 тысяч, там, где-то 10 кроватей. Вот весь ответ. И люди спокойно уходили. Вот сюда, с твоего позволения добавлю, друзья, а вот это самое главное. Вот когда ты предприниматель, и ты понимаешь, что твой доход в конце месяца зависит исключительно от твоей работы. То есть, сколько ты сделал, столько ты и заработал. А когда к тебе приходит наемный сотрудник, он же тоже, у него один из первых вопросов, который крутится в голове, сколько я получу, сколько вы мне заплатите. Ты ему говоришь, там, 70 тысяч условно. Но это при условии того, и не забывайте, что вы, в первую очередь, умеете работать, и вы сделаете, ну, объем. Будем, да, говорить абстрактно, там, 5 кроватей, а вы сделали 2. И, соответственно, вместо 70 вам по-хорошему нужно дать 25. Ведь скандал начнется, вы мне обещали 75. Как же так? Я работал. А сегодня с прямыми руками-то мало, да, народу найти? Я уже последние полтора-два года никого не ищу. Ага, хороший ответ. Да. То есть, вот когда я тебе, мы только познакомились и начали разговаривать, что я за свою карьеру обучил там только в Горловке порядка там 30 обивщиков. Вот приходит парень, если у него руки не из задницы, если ты ему показал комплект за день, что он оббивается за день, я же его сделал за день прийти, сделал. Если этот молодой человек сделал за 3 дня комплект, с него будет толк. Если он не делает за 3 дня все, это потраченное время. Во сколько приходишь на работу, во сколько уходишь? Это для того, чтобы людям было понятно. Можно сидеть дома, попивать чай, думать, блин, свой бизнес, предприниматель, уже вот поперло все. Может казаться, что это все легко. Вот сколько ты работаешь в день? Я приезжаю на работу 8, полдевятого, могу 9. Все зависит от того, допустим, если я еду на работу, я должен еще что-то успевать. Вот, допустим, мне нужно на какой-то заказ что-то дозакупить. Я заехал, закупился, приехал на работу 11. Все, но... День пошел, работаем. А время нужно же сдать вовремя заказчику. То есть, у меня свой внутренний план, за сколько я должен, какую единицу выдавать, что я должен там за сегодня построить, закончил в 9 часов вечера, пожалуйста, ты свободен. Свободен, вернулся домой, а ужин. Ну, ну, спокойно, спокойно, не в какой-то агонии. Ну, вот я чувствую, если ты уже устал, и тебе уже не хватает просто физических сил, все, я свободен. То есть, я работаю не до упаду, но вот я работаю в свое удовольствие. Я устал, я пошел, но устаю я часов 8-9 вечера. Короче, вот он самый натуральный малый бизнес, когда человек, вот здесь, ну кзилу так руки, вот с прямыми, гля, из плеч растут, из плеч, а юмор за 300. Работает сам на себя, трудится за месяц. Сколько у тебя было полноценных выходных за последний? Вот чтобы ты прям с утра до вечера был дома, там, спал, отдыхал. Что это за слово? Выходной. Weekend. Do you speak English? Weekend. Может, словарь далее посмотрим? Поняли, друзья? Вот вам, пожалуйста. Я просто, знаешь, я всегда умираю с комментариев, когда люди пишут, я работать, я хочу с 9 до 5 раз, час у меня должен быть обед, два дня меня не трогайте, зарплата хорошая, и я еще на работе должен, внимание, не напрягаться, чтобы я пришел, и после работы у меня были силы пойти погулять, пообщаться там с семьей, с друзьями, в общем, сказочное время. Фоном вы можете слышать посторонние звуки, рабочее время, мы на производстве, соседи Николая трудятся. Не дремлют. Не дремлют. Хочу рассказать вам вообще историю, как я познакомился с Николаем. Во-первых, это мой акционер, подписчик, я именно так называю всех своих зрителей, акционерами. Про какие сюжеты любишь посмотреть? Я абсолютно все смотрю. Заходят? Оно отдыхающее. Отдыхающее. Играешь такое, такой хат-трик в девяточку. В общем, Коля смотрел ролик про то, как я купил квартиру. Да. И там как раз была его вот эта специальность. Помните вот эти, я вывожу их на экран, зона, где была спальня, которая открывается, закрывается, туда нужна была кровать. Я столкнулся с самой настоящей проблемой. Естественно, я сначала полез искать все в интернете. Различные варианты, все стандартные магазины, которые есть в нашей стране. Куда не зайдешь, и вот это вот одно и то же. То кровать на 2 сантиметра больше, то она на 7 сантиметров меньше. В общем, вот этот найти золотую середину для своей зоны было очень тяжело. Я понимал одно, что можно делать это дело на заказ. Друзья, вот вы просто не поверите. Как только я об этом начал думать, сообщение. Привет, кроватка тебе не нужна? Я вот занимаюсь на заказ, я говорю, приезжай. Он приехал, мы с ним познакомились. Я понял то, что человек, ну вот вы видите, да, позитивный, открытый. То есть такой вот с хорошим настроем. Я говорю, давай сюжет снимем. Да ладно, ты что? Я говорю, про жизнь твою расскажу. Да ты что? А в итоге получается вполне интересная картина. Кровать у меня уже стоит тебе. Апана! Красиво! Спасибо большое! И, собственно, вот что получилось. По-живому вам записываю. Пока что еще не установлены до конца розетки. Специальных не ставим, потому что дочка здесь ходит. А так, вот что сделал Николай. Как вам такое? Все под заказ. Специально все продумали. Здесь есть подъемный механизм. Ее можно поднять. С этой стороны можно ходить. Детская кроватка. В дальнейшем вот эту стену мы доработаем. Но ее специально пока не стали делать. Потому что в дальнейшем, скорее всего, здесь появится какое-то рабочее пространство. И здесь самое главное, пожалуйста, пространство. Можно спокойно пройти. Надо будет. Закажу себе, поставлю сюда тумбочки. Ну, в дальнейшем для уюта создам. А так, спальное место большое. Соответственно, у нас вдвоем, мы здесь с женой. Запросто умещаемся. Рядом еще кровать пододвигаем. Спит дочка. Приточка у меня есть. В общем, с точки зрения кислорода, друзья, можете даже не говорить, что здесь дышать нечем. Все здесь четко. Мы оставляем вот так вот щели. Назовем их так. Чтобы поступал воздух. И все четко работает. Поэтому вот сегодня спал здесь. Выспался, ребята, на все 100%. И прямо сейчас, с суббота, сижу, монтирую для вас вот этот ролик. Но! Расскажи, пожалуйста. Вот изначально, когда я тоже к тебе обратился, я думал, что это стоит одну сумму. На самом деле, кровать на заказ – это дороже, ну, само собой, чем готовый вариант в какой-нибудь там Икеа и так далее. Как этот процесс происходит? Из чего складывается фермирование? Кратко, чтобы вот людям просто было и понятно, и в тот же самый момент интересно. Ну, я всегда общаюсь со своими заказчиками. Я всегда обеими руками за, чтобы заказчик экономил. Если он хочет, допустим, какую-то стандартную кровать, он может ее пойти купить в магазине. Но есть, допустим, нестандартные ситуации, как твоя. Я вот когда увидел твой ролик, что ты показываешь свою спальню, я думаю, а-а-а, Дима, Дима наш клиент. Я сразу комментарий за мебелью, welcome. И, допустим, чтобы построить мягкую мебель на заказ, это не потоковая мебель. Это потоковая мебель, представляете, когда огромный завод работает... Шаблон. Работает по шаблону. А когда в моей стезе я строю то, что нарисовал дизайнер, то, что вы в магазине не купите. То есть, допустим, вы в магазине где-то видели, чтобы продавали стеновые панели. Выкинь, заходишь, дайте ко мне там 16 квадратов панели, а я пойду. Так же ж нет. У тебя, допустим, там стены были вот такие кривые, поэтому вот пила Festo, твою кривизну я на ней выгонял. Изначально все распилилось в размер квадрата, а потом уже по твоему чертежу, который я снял, я уже этой пилой все эти кривые у себя их допиливал. Поэтому каждый процесс, он индивидуальный. Коль, вот всегда было мне интересно, и сейчас я там столкнулся с новой проблемой с балконом. Почему мебель на заказ, когда у тебя есть все инструменты, когда у тебя есть вся логистика, заказать материалы, это в принципе быстро. То есть в рамках одной недели, но материал же тебе весь привезут, это даже быстрее. Почему, например, сборка одной кровати, производство занимать может месяц, где-то это полтора-два. Это из-за загруженности производств или с чем все равно? Есть очередь заказчиков. Вот, допустим, перед Новым годом мы столкнулись с такой проблемой, что у меня у человека стоял уже диван готовый, ткань, порт не запускал 3 месяца. Диван стоит, он запоролоненный, ткань не заходит. Это как бы самое малое того, что может быть, а по сути это очередь заказчиков, что она вот так расписана, что приходится ждать несколько месяцев. Если, допустим, заказчик что-то хочет быстрее, ну у меня были такие прецеденты, когда женщина приходит, говорит, мне рожать через 2 недели, нам спать дома не на чем. У меня есть карт-бланш, допустим, страховка своя на отпуск 10 дней, но я ее пытаюсь всегда вписать. Вот у меня сейчас ждут меня друзья в гости, я не могу к ним приехать, я уже устал врать им постоянно, что устал, дремал или еще что-то. У меня нет просто-напросто времени даже в гости съездить повидать родителей, потому что я в первую очередь должен своим заказчикам отдать все вовремя. Вот бизнес, друзья, он бизнесмен, у него свое производство, поэтому у него даже нет возможности пойти с друзьями в ресторане посидеть, отметить день рождения. Вот на самом деле очень много деталей, мы общаемся вне камеры, я ему постоянно говорю, стой, давай это расскажем, покажем. Вот казалось бы, это задник для кровати. Нет, это у нас будет спинка, это будущая спинка кровати. Вот, друзья, вдумайтесь, сколько она примерно весит? Ну, будем отталкиваться от цельного листа, цельный лист весит 85 килограмм, здесь пол листа. И ты один его крутишь, вертишь, раз, дальше вот эти вещи, смотрите, вот тоже Коля говорит, есть вещи, которые мы с вами никогда не увидим. Вот, например, вот здесь должно быть наполнение с поролона. Да. Вы видите лист, цельный, у него будет цельный лист сделан, потому что так правильно, это красиво, это лучше, несмотря на то, что вы это не увидите. Никогда не увидите, все, что стоит в магазинах, мы же уже с вами видим готовую продукцию, я слишком много акцентирую внимание на магазинах, ну, простите, потому что в основном мебель там в магазинах. Ну, это вот, в магазине, это вот, остатки вот так вот напихал и закрыл, верно? Ну, в нашем случае остатки, они служат, скажем так, транспортировочными, то есть мне нужно там упаковать боковинку, вон они боковинки, обрати внимание, они упакованы. Черновые, короче, для того, чтобы я их нигде не ударил. По сути, ведь это же наполнение, те же самые деньги, то есть мне ничего не стоит это все собрать из лего, из вот таких, из пазлов, а сверху перекрыть цельным листом поролона, никто этого не заметит и не почувствует. Ну, вопрос, вопрос, вот логично, почему ты так не делаешь, это же, по сути. А это лицо мастера, вот, допустим, я всегда с заказчиком, когда контактирую, я ему на всех этапах показываю его мебель изнутри, то есть то, что вы видите воочию, вы не знаете, что внутри, может же быть вот так, а может быть совсем по-другому. То есть я люблю относиться к своей работе так, чтобы я спал спокойно и ни за что не переживал, то есть я вовнутрь положу цельный лист поролона, это все перекрою тоже цельным. Двигаемся дальше, вот смотрите, казалось бы, да, это стеновые панели, вот он мне показывает пример, вот две они стоят, ну, казалось бы, одна и вторая, это видимая часть, да, и что происходит дальше, вот мы переворачиваем их, и вот здесь вот она, знаешь, как это, душа, да, здесь она скрывается, душа, здесь профессионализм, вот это по бырику отбили степлером, здесь еще часть, которая должна прилегать к стене, она как бы получается утоплена, то бишь площадь соприкосновения меньше, отсутствует, отсутствует даже, да, и вот это как бы вроде висит на стене, вроде красиво, но на деле, сикость-накость, здесь же ты уже делаешь и показываешь людям, вот то, что ты все прошел грамотно, ровненько, вот, казалось бы, с одной стороны, нафиг не надо, сделал, приклеил и пошел, и быстрее сделай, больше будешь, денег у тебя будет больше, а ты вот так вот заморачиваешься. Вот это можно сделать за 3 минуты, а вот это надо делать там 15-20 минут. Когда люди приезжают, вот заказчики смотрят это, они это ценят? Ну, тут только у них можно спросить, ну вот мы сейчас, допустим, смотрим уже на готовую работу, сейчас у нас кровать стоит в контрольной сборке, длина у нас спинки 317,2 мм, то есть эта кровать будет стоять в нише в магазине, ты пойдешь ее искать, ноги вот так бах, истер, ну та самая история, конечно, да, да, высота там тоже тут 123 см, это все определено, вот ты сейчас как раз на нее облокачиваешься, это мы сейчас возвращаемся к той пословице, возьмешь в руки и имеешь вещь, вот ты когда ее трогаешь, а помимо еще всего, что ты сейчас смотришь на вот такое длинное плечо, она еще будет вешаться на стену, она будет как-то, она не будет никуда ни шевелиться, ни дергаться, вот здесь у нас, допустим, будет вешаться тумбочка, здесь уже для нее предусмотрены закладные, что здесь будут прикручены закладные, на нее будет вешаться тумбочка, то есть вот это тело у нас... Короче, вот вдумайтесь просто, вот на самом деле, а вы смотрите, что это все мягкое. Я сначала не придал этому значения, то есть получается так, что у тебя мягко-мягко-мягко, вот здесь у тебя специально сделаны закладные, чтобы ты повесил, было жестко, Но при этом вокруг у тебя точно так же мягко Ну а это типа уникально что ли получается? Я просто, например, другие так раз не делают Что ты приходишь, и вот тоже будет мягко по кругу Может быть и делают, но я в первую очередь отвечаю за свое качество Сколько занимает у тебя производство вот этой кровати? Вот от 0 до 100% Вот на эту где-то 5 дней Вот с понедельника по пятницу Последние 5 лет без малого ты как белка в колесе Вот отсюда хочешь задать прямой вопрос А нахрен оно вообще надо тебе? Вот ты один, у тебя помещение 75 тысяч в месяц будь добр 70 тысяч в месяц будь добр отдай Тем не менее сотрудники, я понимаю то, что удаленно Ну приходят работать по факту работы Но все равно какая-то ответственность тоже есть Чтобы человек был там из серии под тебя Нужно трудиться, работать Вот не надоело оно то, что выходных нету? Каково вот это вот? Ты знаешь, ну тут наверное больше такое внутреннее состояние Что я занимаюсь любимым делом, поэтому оно не напрягает Оно со стороны кажется, что да, у меня нет ни отцепных, ни выходных, ни проходных Встал, пошел Но когда ты занимаешься любимым делом, ты не устаешь Вот я допустим не чувствую усталости Несмотря на то, что вот когда мы тебе монтировали кровать У меня не было такого дня, чтобы я там вышел там куда-нибудь Мог себе позволить пойти на рыбалке Я бы с радостью это сделал, но мои сроки, которые я должен своим заказчикам Они мне просто-напросто это не дают сделать У меня есть форс-мажорное обстоятельство, там 10 дней заложено Я могу себе позволить там этот отпуск Но все, скажем так, сопутствующие моменты Там где-то ткани довезли, там где-то это И они вот так вот потихонечку вот эти 10 дней И выбивают, выбивают из колеи Поэтому они у меня вроде бы технически есть, но их как бы и нет Некоторые скажут, ну вообще вот в целом бывает такое, что надо развиваться Люди, такое модное слово, делегировать полномочия То бишь, например, на компьютер посадить девушку Которая будет искать заказы, которая будет оформлять поставки Соответственно, ты платишь ей, но у тебя появляется свободное время Те же самые монтажи, ты действительно приезжаешь сам делать Я знаю, что у тебя есть, я так понимаю, товарищ С которым ты приезжаешь, вместе вы работаете Но тем не менее, ты сам выезжаешь Почему бы товарища не назначить главным, а ему помощника Еще свободное время Какую-то черновую работу из серии Что можно доверить человеку, хотя бы вырезать прямо Тоже кого-то взять То есть у тебя будет в штате 5 человек Но таким образом вы вроде начали расти и больше, больше, больше Ну, во-первых, мы за каждым придется смотреть, правильно? Одно дело, когда я контролирую свои руки Я все прекрасно понимаю, что я делаю Если где-то кто-то, допустим, извне отвлечется Все, потом это пойдет в переделку Допустим, тот же самый монтаж Почему я езжу сам? У меня был один случай, когда я воспользовался компанией Та, которая предоставляет услуги сборки Я посмотрю, как они, ребята, работают Люди приезжают, бабки, 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 бабки Быстрее, 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 быстрее А надо за выходной развести три кровати Он один, банально, один вот этот болт слизывает Болт Либо усовую гайку, которая там изнутри заложена Он и слизывает, все Этот болт не держится, кровать развалится Ну, как бы она будет скрипеть, она будет приносить людям дискомфорт Но при этом сдадут так, что вроде бы Да, сдадут, скажут, так должно быть Так, это все в порядке, все хорошо Слушай, ну это хороший момент, почему? Вот здесь такой кулкий вопрос тебе Ну, что, ты прям такой специалист, что у тебя брака не бывает Вот ты прям вот такие руки у тебя прямые, что ты никогда брак не допускаешь Брак, он вылазит в процессе производства Но на производстве я его могу, когда ты что-то там видосмотрел Могу его привести в порядок То есть, чтобы что-то отсюда уехало Но мне не за то люди деньги платят И я не за то свой хлеб кушаю, чтобы он отсюда уехал А расскажи вот просто свое видение на нынешнюю ситуацию Вообще, там, не знаю, в мире, в стране с точки зрения работы Вот у меня друг, мы в начале ролика рассказывали Вот ищет работу, есть высшее образование Говорит, облазил весь интернет, повсюду вот что-то лишь продавай Какой-то там профессии, где ты там будешь трудиться работать Это либо, опять же, опыт нужен, которого он не имеет Либо зарплата мизер Ну, там же черновая работа, вот ты, Серик, ты рассказывал Обшивать что-то, вот какую-то конкретную работу И дали, вот коробку возьми, туда положи Вот ты вообще, как считаешь, что дальше-то будет? Если все будут съесть сейчас в интернете В интернете все работают, продают Ну, я считаю, что ремесло никогда не умрет Вот тот человек, который умеет работать руками Он сможет всегда заработать на пайку хлеба, назовем это так А вот эти все менеджеры, ну, очень жалко за этих ребят Что они, к сожалению, деградируют, назовем это так Вот завтра, допустим, фирма разваливается, куда? Менеджеров на всех не напасешься Но и тем не менее, вот, допустим, у меня есть товарищ, который работал на кране Он на кране проработал 15 лет Он ко мне приходил, на каркасы обучался И у человека достаточно золотые руки Вот мы в процессе, когда будет получаться разрастаться Я с радостью вот его позову к себе на работу То есть единицы, но они есть Те именно люди, которые с руками Когда мы с тобой только начинали разговор по поводу того, как все это начиналось Как это все копилось Я работал на одной фирме При этом размещал свои объявления на Юду, Авито, Юле Что я буду собирать там корпусную мебель Я ездил по Москве, собирал кухни, собирал там прихожие, комоды, все что угодно Поэтому, если здесь что-то пойдет не так, я всегда себе найду работу В целом, за последние 5 лет, а на сегодняшний день, с точки зрения вообще введения бизнеса Мы платим аренду, мы платим налоги, мы сотрудникам, естественно, все это оплачиваем Ну вот в целом, ты жалуешься на упадок заказов Или у тебя потихоньку все как бы чики-чики идет Ты знаешь, у меня был инстаграм, в котором было 20 тысяч подписчиков Реальных Прям живых Тот, который у нас с 16-го года Я вот его развивал, развивал, развивал В один прекрасный момент снесли инстаграм То есть, а как его снесли? Люди сделали скриншот с моей публикации Опубликовали его у себя на странице Под видом своих работ Да, и это даже не я нашел То есть, это уже мои заказчики, мои подписчики Их было 20 тысяч, ну как бы для одного мебельщика 20 тысяч Это очень круто, конечно, это много Было очень великолепно То есть, все, страница ушла Страница ушла, все, пошло на спад Но BBC никто не отменял Бабка бабушке сказала Я могу даже тебе показать там переписку вчерашнюю Десять часов вечера, мне пишет клиент Там, Николай, вы куда пропали? Мы вот созрели еще на две детские То есть, поэтому меня никто не списывает со счетов Меня передают из рук в руки То есть, ну как бы, у меня работа всегда есть Но по сравнению с тем, что до взлома Я бы сейчас ковырялся еще больше Наверное, уже тут был бы и второй сотрудник Мы бы больше взросли Поэтому социальные сети, конечно, капитально помогают Выезд у тебя бесплатный? Нет, платный Сколько стоит? Он стоит 5000 рублей А, ну это уже хотя бы решает вопрос Он входит в стоимость Есть и соглашаются Да, то есть, есть разные люди, которые по-разному себя ведут в той или иной ситуации Когда ты договариваешься Люди, ну мы все живые люди Есть у нас такая, скажем так, в душе кровиночка Что вывести сразу на чистую воду А почему у вас там кровать метр восемьдесят? Вот, пожалуйста, вот кровать на метр восемьдесят Но тут спинка три, извини, три с половиной метра в длину А есть же простая спиночка Прямая, ровная Это же две разные вещи Поэтому я говорю человеку Присылайте свое фото с габаритами Я сразу все его просчитаю То есть, человек мне присылает фотографию Я ему отписываюсь, что ваша кровать обойдется столько, столько, столько Выезд стоит пять тысяч рублей Он входит в стоимость То есть, я называю это честная сделка Я люблю честно работать Ну, конечно, нет Я просто к этому не хотел Когда мы обсудили, допустим, цена Эта кровать обойдется там семьдесят пять тысяч рублей Выезд стоит пять тысяч рублей Он входит в стоимость заказа Я приезжаю, мне оплачивают пять тысяч рублей Договоры я целую уже на семьдесят Честно? Честно Я просто, знаешь, к чему поставил этот вопрос? Что ты приехал, потратил время А потом человек там, например, не заказал Потому что это же можно так полмесяца покататься, блин Ко всем ездишь, вроде как и ценник называешь Люди же разные бывают То, что вроде ценник проходной То, о чем по телефону разговаривали А на месте раз там Можно постучать по дереву Фу-фу-фу Нормально Так, ну, меня просто так не вызывают Это вот как равносильно У меня сейчас У меня есть заказчики-стоматологи Они говорят Иметь в друзьях хорошего мебельщика Как иметь хорошего стоматолога Ну да Вот мне так говорят мои заказчики Поэтому вызывать мебельщик, который строит мягкую мебель на заказ Без предварительного просчета Ну, это не моя история Слушайте, друзья В любом случае тебе я хочу Прямо вот огромное спасибо Что все-таки согласился пообщаться Рассказать, показать в деталях Кому-то из вас в процессе просмотра Наверняка скажут Что все спланировано Везде одна сплошная постанова Реклама Значит, с точки зрения рекламы Сразу оставляем на тебя все ссылки Инстаграмы твои, ютубы и так далее Ребята, в описании Мне просто очень часто пишут А вот ты там кого-то рекламирул Дай контакт Ребята, в описании Кому надо Скриньте, оставляйте себе Все вопросы к Николаю Звоните, обращайтесь, считайте И уже принимайте решение Надо вам Вызывать его на дом Не надо Москва, Московская область Подведем итог Тебе огромное спасибо Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов Чтобы тебе твое дело не надоедало И чтобы ты так же ответственно относился К каждому своему заказу Как говорится, чтобы в пороховницах Был порох Спасибо Пока Вот мы, друзья, с вами И приехали к логическому завершению Мне кажется, сюжет получился необычным Я постарался в нем сделать Вот такую жизненную картину И в тот же самый момент вам показать Как и на чем человек зарабатывает деньги Поэтому Мы отправляемся дальше Дальше В поиске нового контента Специально для вас Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на инстаграм Потому что там всегда выходят Только свежие новости До новых встреч Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok